Соматическая медицинская реабилитация это комплекс медицинских мероприятий, направленных на восстановление пациента, его способности после перенесенных соматических заболеваний, на предотвращение длительных сроков нетрудоспособности, на восстановление его жизнедеятельности к нормальной обычной жизни, ну и профилактику стойкой нетрудоспособности и инвалидности. Наши пациенты – это пациенты, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ишемической болезнью, с перенесенным в прошлом инфарктом миокарда, атеросклеротической болезнью сердца, артериальной гипертонией. Пациенты, которые перенесли операции, такие как аортокоронарное шунтирование, стентирование сосудов сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания. Также мы занимаемся пациентами с заболеваниями бронхолегочной системы, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, интерстициальные болезни легких. Мы занимаемся постковидным синдромом. Несмотря на то, что пик перенесенного заболевания ковида был в 2020-2022 году, до сих пор сохраняются пациенты, у которых имеются проявления постковидного синдрома, такие как одышка, снижение работоспособности, усталость, слабость, нарушение внимания, памяти, головные боли, головокружение. То есть вот этим пациентам мы продолжаем помогать. Также мы помогаем пациентам с заболеваниями эндокринной сферы, сахарный диабет первого-второго типа со множественными осложнениями, метаболический синдром и многие другие соматические заболевания. Любое соматическое заболевание часто сопровождается изменениями в психосоматической сфере. У многих наших пациентов наблюдается снижение настроения, апатия, снижение работоспособности, усталость, у некоторых раздражительность, неприятие собственного состояния, болезни. С такими пациентами у нас работает психотерапевт, назначает как фармакологическую поддержку, медикаментозное лечение, так и немедикаментозные виды лечения. Сеансы терапии психотерапевтические, которые достаточно эффективны. В нашем отделении имеется обширная библиотека, два шкафа с различной литературой, с классикой, легкий жанр, детективы, любовные романы, которые помогают нашим пациентам более успешно проходить процесс реабилитации, более легко и весело. Книги пополняются на полках как нашими сотрудниками, которые они приносят из дома, так и самими пациентами, которые приносят их сюда, прочитают и ставят на полочку для того, чтобы с книгами ознакомились и другие наши пациенты. Это очень нравится. Чем отличается реабилитация от лечения? В лечении лечения направлены на ликвидацию именно самого острого заболевания или обострения хронического заболевания. А реабилитация – это процесс активизации компенсаторных сил организма, направленный на профилактику осложнений и последствий заболеваний. Еще отличие кардинальной реабилитации от лечения – это в том, что процесс лечения может производиться без участия самого пациента, например, когда пациент попадает в реанимацию в тяжелом состоянии. А реабилитация – это процесс, который обязательно должен проводиться при участии пациента, при его мотивации, при его настроении на выздоровление. Собственно, доктор и настраивает пациента на положительный исход реабилитационных мероприятий, мотивирует его к выздоровлению. Некоторые пациенты получают наше реабилитационное восстановительное лечение не в первый раз, не в второй, не в третий, а приезжают с завидной регулярностью с разных уголков Московской области, с Одинцовского района и даже из Москвы и других субъектов Российской Федерации, если они получают направление 057-й формы У, и проходит определенный ряд обследований, которые необходимы для плановой госпитализации. Конечно, в отделении у нас мы все сотрудники живем как единый дружный коллектив, как одна большая дружная сплоченная семья. Эта атмосфера хорошая передается и нашим пациентам, они видят, как мы друг к другу относимся, что мы профессионалы своего дела. Медсестры наши – очень квалифицированный медицинский персонал. Им нравится, как происходят в нашем отделении все реабилитационные мероприятия, как мы общаемся между собой, как мы настроены положительно, как каждого встречаем с порога, проводим свое отделение, помогаем донести вещи, показываем палату, знакомим с соседями. Конечно, такая атмосфера пациента не может не радовать и настраивает его на благополучный исход, завершение реабилитации. Конечно, есть пациенты, которые врачу в процессе общения, лечения становятся ближе. Некоторые пациенты просят личные мобильные телефоны докторов, старшей сестры, сестер, для того, чтобы как можно быстрее и безболезненнее, не тратя время попасть к нам в отделение повторно, для того, чтобы мы поспособствовали в получении направления в отделение. На самом деле я охотно даю свой личный мобильный номер таким пациентам. Иногда они могут позвонить и вечером, и в нерабочее время, попросить какого-то совета медицинского, получить консультацию, спросить, не подошел ли срок повторной реабилитации, и не нужно ли мне опять к вам, у вас пройти курс восстановительного лечения. Я охотно отвечаю на все эти звонки, как могу консультирую, стараюсь помочь, взаимодействую с поликлиникой, с отделениями профильными, которые к нам, можно так сказать, поставляют своих пациентов. Это терапия, кардиология, это хирургия в редких случаях, пульмонология и также все поликлиники нашего городского округа, а также Московской области. Наше отделение было образовано в 22-м году после перепрофилирования ковидного госпиталя одним из первых. Отделением было рассчитано сначала на 40 коек, и мы занимались пациентами с постковидным синдромом. За два года нашей работы, за два с небольшим года, мы молодое достаточно отделение, мы пролечили более полутора тысяч пациентов. Наше отделение располагается на третьем этаже первого корпуса стационара 45-й горбольницы. Отделение на 40 коек. В структуре отделения имеются одно, два, двух и трех местные палаты. Комфортабельные, с туалетами, с раковинами. В отделении имеется душ, в котором могут посещать пациенты холодильник, чайник. То есть все для удобства наших пациентов. Ну, также имеются вспомогательные медицинские кабинеты. Это ординаторская, пост медсестры, процедурный кабинет. Поскольку наши пациенты – это люди, которые страдают, помимо основного заболевания, сочетанной тяжелой патологией, потому что у одного пациента может быть и заболевание сердечно-сосудистой системы, и заболевание легких, допустим, ИБС и ХОБЛ. Иногда два заболевания бронхолегочной системы соседствуют. Это ХОБЛ и бронхиальная астма, достаточно тяжелые пациенты. Большой упор делается на медицинскую, именно медикаментозную реабилитацию. Производится подбор фармакотерапии. Это подбор поддерживающей терапии, которую пациенты потом в дальнейшем иногда получают годами. Также в нашем отделении мы используем немедикаментозные методы воздействия, такие как спелеокамера, лечебная физкультура, массаж, физиолечение. Мы нередко на протяжении двух лет видим одного и того же пациента, который приезжает к нам регулярно на реабилитацию. Но, к сожалению, с возрастом человек обретает определенный багаж новых заболеваний, с которыми мы также боремся, назначаем ему определенный комплекс мероприятий по основному заболеванию и по сопутствующему. У нас к каждому пациенту индивидуальный подход. Когда приходит пациент в отделение, его встречает мультидисциплинарная команда, которая состоит из лечащего врача, врача-пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, терапевта, врача-ЛФК, врача-физиотерапевта, психотерапевта. То есть вот такая мультидисциплинарная команда встречает его, оценивает его реабилитационный потенциал, потому что без реабилитационного потенциала невозможно проводить медицинскую реабилитацию. Если реабилитационный потенциал стремится к нулю, то в таком случае пациент получает лечение в других медицинских учреждениях, таких как хосписы, отделение сестринского ухода, отделение палеотивной помощи. Поэтому реабилитационный потенциал в оценке состояния очень важен. Эта мультидисциплинарная команда назначает определенный перечень дополнительных обследований, исследований, соответственно, медикаментозное и немедикаментозное лечение, в соответствии с возрастом пациента, полом его, наличием сопутствующей патологии, наличием или отсутствием приверженности к выполнению физических нагрузок, мобильности пациента, тяжести его состояния. К сожалению, иногда встречаются пациенты, которым мы не можем оказать реабилитационную помощь, ввиду тяжести их состояния, огромного количества сопутствующих заболеваний, отсутствие мотивации к лечению. То есть человек не хочет и не может уже получать реабилитационные мероприятия. Он находится в терминальной стадии заболевания, допустим, это онкологические заболевания, очень тяжелые. И очень грустно осознавать, что мы не можем ему помочь в своем отделении и вынуждены отказывать в проведении реабилитационных мероприятий. Существует определенное показание противопоказания к направлению в наше отделение. Показания – это наличие у человека, в первую очередь, желания. Главное, чтобы человек был мотивирован и настроен на реабилитацию. И любое заболевание, в принципе, абсолютно любое заболевание в стадии компенсации. Противопоказания – это тяжелые онкологические процессы, любое заболевание в стадии обострения или острый процесс, туберкулез, психические заболевания. К сожалению, вот этими проблемами мы не занимаемся. Я с самого детства хотела быть врачом. Хоть я и выросла в неврачебной семье, но мое желание было, наверное, с детсадовского возраста, обязательно быть врачом. Я хотела быть терапевтом именно. Закончила институт, реализовала свою мечту, стала терапевтом. В процессе работы я совершенствовалась, приобрела образование психиатра, организатора здравоохранения. И долгое время я работала в социальном учреждении, главным врачом, была одновременно главным врачом, врачом-психиатром и врачом-терапевтом. Получала удовольствие от своей профессии. После прошествия данного этапа профессионального действия перешла на работу в лечебное учреждение, работала терапевтом с большим удовольствием, учреждением участковым и ночмедом в одном из бывших структурных подразделений Одинцовской областной больницы. Меня очень заинтересовало такое направление, как медицинская реабилитация. Еще на этапе работы ночмедом и участковым терапевтом, но тут случился ковид. Вся страна встала как один на борьбу с этим страшным заболеванием. Я была назначена главным врачом ковидного госпиталя, коим до 22-го года являлся стационар 45-й больницы. И вот два с лишним года я отработала в этой ипостаси. Наступило время, когда надо было подумать о продолжении своей профессиональной деятельности. Мы в ковиде видели очень много тяжелых пациентов, которые восстановились после коронавирусной инфекции, но им необходимо было продолжение лечения, реабилитации. Это пациенты с большим процентом поражения легочной ткани, с фиброзными изменениями в легких, с какими-то даже психическими изменениями после перенесенного тяжелого заболевания, с развитием сердечно-сосудистой патологии после перенесенного ковида. И этим людям надо было помогать. И это очень интересная профессия, это очень интересный род деятельности. Вообще профессия реабилитолога, она появилась, молодая достаточно специальность, появилась в 2018 году в номинкулатурном справочнике профессий. И, конечно, она многих из нас заинтересовала. Мы прошли процесс обучения, аккредитацию и стали реабилитологами для того, чтобы продолжить свое служение людям уже в данном качестве. Мой первый пациент был мужчиной средних лет с постковидным синдромом. Конечно, первый пациент – это всегда очень ответственно и страшно. Пациенту было самому не очень понятно, чем мы будем с ним заниматься, каким образом мы будем оказывать ему помощь. На этапе начала нашей деятельности мы и сами не совсем это понимали. Вместе со своими пациентами шли к пути становления, развития нашего отделения. Пациент оказался очень отзывчив на реабилитационное лечение. Был положительно настроен. Постковидный синдром у него выражался в большом проценте поражения легочной ткани при заболевании коронавирусной пневмонией. У него сохранялась выраженная одышка. К тому же он был гипертоником. Был высокий уровень артериального давления. Но при активном участии всей нашей мультисциплинарной команды и при его непосредственном участии в положительном настрое нам удалось добиться положительного результата реабилитации. Он остался доволен и счастлив. Формула здоровья – это в первую очередь позитивный настрой человека на выздоровление. Это понимание того, что мы сами разрушаем свой организм, иногда обретая какие-то погубные привычки. Есть такое выражение, что ложкой роем себе могилу вредными привычками, алкоголем и курением разрушаем свой организм. А формула здоровья – это термин, который призван поддерживать целостность организма, чтобы человек знал, куда ему дальше идти, как бороться со своими возникающими в процессе жизни заболеваниями, знать, к кому обратиться. Очень важно иметь доверенного врача, к которому ты всегда можешь прийти и обратиться за медицинской помощью, который подскажет тебе путь, наставит тебя в полном смысле этого слова на путь истинный, назначит тебе медикаментозную терапию, назначит тебе ряд немедицинских мероприятий, проведет тебе беседу о образе жизни, об отказе от вредных привычек, о полноценном сне, о том, что надо меньше пользоваться различными гаджетами, о том, что надо больше отдыхать, жить в гармонии с собой, с природой, относиться хорошо к себе в первую очередь, уважать свой организм и, конечно, позитивно относиться с улыбкой ко всему окружающему тебя миру и к людям.